Депутат Государственной Думы Олег Денисенко продолжает личное знакомство с омскими проблемами. На этот раз он посетил поселки Ключи, магистральный, а также заглянул на левобережную оптовку. Поселок Ключи расположен в 10 минутах езды от города, но по ощущениям местных жителей будто находится на другой планете. Только к извечным проблемам дорог, пенсии и безработицы добавляются страсти по бездомным собакам. Решить хотя бы одну из этих проблем у действующей власти не получается, признаются жители поселка. Или просто они не хотят этого делать, вторят пенсионеры. Вернуться в Советский Союз не получится, может быть, но чтобы была правда, чтобы не воровали, чтобы не было коррупции, мы только за это. В магистральном, как выяснилось, жить еще хуже. Нет бани, клуба, стадиона. Людей выгоняют с огородов, забирают землю. Через поселок проходит федеральная трасса. Дорог нет, тротуаров тоже. Люди в отчаянии и хотят перемен. Люди настроены на то, чтобы вот когда-то бы это закончилось. Вот когда-нибудь бы это закончилось. Вот это, сегодняшняя жизнь. Вот сегодняшняя жизнь, да. Настолько трудно выживать, настолько тяжело. Во всем, куда ни коснись. Любой вопрос возьмите. Многострадальная левобережная оптовка. Некогда центр городской торговли. Предприниматели много лет не покидают это место. Говорят, готовы к диалогу с властью, а в ответ повышение арендной платы и увеличение налогов. Здесь тоже терпение на пределе. Несмотря на все это, народ не падает духом. Ждут лучшего. Я не могу сказать, что у людей апатия. Они очень благоприятно воспринимают любой контакт. Достаточно открытый. Говорят, в общем-то, не стесняясь о тех проблемах, которые у них есть. Поддерживают. Говорят о том, что обязательно придут на выборы. То есть у меня впечатление от общения с людьми очень положительное. Депутату Госдумы задают много вопросов. Записываются на прием. Олег Денисенко обещает ответить на каждый запрос. Константин Ткачев, Юрий Дорошенко, Обком ТВ.